против вас шансы против них какие у нас шансы это я готов один сайт с ними играть а дреда когда мы когда он выздорове да у нас есть один чемпион чего-то а у нас чемпион диффенса а там нет ни одного чемпиона нет там есть нэксоновский чип пурдж например у нас есть еще андрей дред голубев который пока приболел но обязательно появится завтра надеюсь уже и у нас еще лост он как бы нас тоже аналитик у нас получается чемпион интернешна вице чемпион интернешна чемпион дефенса дред или инвайт красиво шикарно шикарный состав просто примерно так же красиво как пик да и живая мы видим уже сразу забирают себе феникса вот такого персонажа решили не затягивать с выбором этого героя поэтому забрали сразу флай не зря у нас получал лучшего героя вчера на группах лучшего пятую позицию как раз шибета за своего феникса он и получал ну знаете я вот не видел не видел феникса прям вот в первый пик никогда то давно была такая дота что выбрали нет вот я не буду на яках этого патча никогда первый раз мне кажется вы забрали на фп вообще они просто уже знают что примерно будут 20 люди возможно они предполагали но вот баунти хантера и мы еще не видели от него ничего не видели но вот и сами заготовочки они вообще другое пикают они увидели феникса отказались сразу от всего этого своего жирпика то есть мы не видим ни дк они еще каких-то подобных героев они просто берут супер активную игру я вообще допускаю что это может быть попасть там solo easy например да это во первых во вторых все еще показывают агрессию на медлине прямо сейчас эти два героя придется что-то брать и вот выбирая земель и чтобы с вами про такси как мир спирит он перед для крита вспомните буквально полгода назад по поводу этой квапе как растет топовые коллективы китайские топовые коллективы лгд и хомы насколько там была сильная такой на в пейн сетевой мэйби просто соло разносили команды было керри queen of pain да был такое сетевая вообще наводил страх и ужас хау тоже большой любитель поиграть на этой квадре почему-то кстати вот именно в китае любит квапу делать таким типа керри семи кором может быть быстро разгоняется что-то вроде того ты берешь ранее вы вы можете убивать кулау 0 ты и давать линию то есть обычно раньше вот были эластелеры тролли вот старый старый патч они в лес уходили и не мешали противнику здесь же ты или не освобождаешь саппорту до 6 где при этом можете убивать противника то есть двойная выгода все верно все верно но просто в европе вот почему-то так вообще не играют и никогда не играл он ты играл несколько раз но и зарядка опять же это ноты исключение подтверждающие правила что у нас не любят вери квапу это такое то есть да это уже после того как китайские коллективы несколько раз показывали что-то подобное наши пытались копировать где-то даже удачно но не прижилось так ну и довольно своеобразные баны пошли именно вот не бестмастер лайфстиллер видимо уже планирует гнуть свою линию с жирными героями которые вот получат поддержку от феникса в дальнейшем на захилл и поэтому у вас про появится как-то селедка и поэтому чего ради баня бестмастера не совсем понятно а вообще интересно что бестмастер ушел у нас во второй стадии банов что-то новенькое не не тот герой которого во второй фазе будет брать мне кажется я уверен что если вы его планировали взять его бы вы избежание бана взяли бы сразу дальнейшем если не строишь через него свою стратегию то можно и то есть если не увидели в первой стадии пиков дано его уже не возьмут ли 10 9 из 10 что этого не случится джинифа уже любит поактивнее дату играть на своего флэйни на своем флэйни чтоб то пришел к расспири что туда залетел феникс и с кем-то можно было убить с бестмастером да есть какая-то возможность но трудно нет нюков есть это замедление команда это только пытаешься без руки а с каким-то там кентавром с какими другим персонажем в принципе которую которого есть нюк это более просто сделать до спирита чуть не товар как эре вполне может зайти и добрать еще герой код тоже сказка остались дизайвы на какой-то вчерашний но они думают же не будут рисковать вряд ли кентавра будут пикать на керри они вот как раз любят сноут момента я на самом деле виде пик я бы рекомендовал кой не было на раздеть сталки бы зашел на ура сами сайлансом другое дело как он будет линию стоять даже земель и если вдруг то есть тут скорее надо тогда феникса снать сталкером будет ставить в арду дарксиры сами от жизнь убрали а им вроде как был он неплох но я банят хардер фатам и там но от же с дарксиром не играли нас ни разу возможно не их герой просто не тренировались возможно очень интересно как ньюби продолжат свой драф потому что такой игры мы от них еще не видели игра в актив и сейчас дк вайпер сожди усыпили усыпили видите ли заставили побанить ну вайпера не удивлюсь увидеть на самом деле все равно дк думаю что вайпер хорошо заходит нормально нормально пока рубика своего тоже запреты забирают опять чего не на рубике это серьезно я надеюсь что у нас будет сырованное яйцо хотя бы одно ну слушай это это реализовать очень тяжело но если именно будет этого это конечно он так важен вложить наши уважение сначала своровал птички раскидал во всех потом яйцо в яйцо ушел и вот ты феникс и что с тобой в яйцо больше с собой их убили там и ты вроде чемпиона вроде нет фейлса в зерегла самом деле мы два дня уже говорили по поводу этого рубика то что шари шари молодец молодец по поводу его пассивки как раз что любят захотят драться и если там грамотно будут раскачивать этого рубика не будут там максить от телекинез потому что так частенько делали как раз если на драку захотели выходить с этим рубиком того пассивка через жестко решать на 20 процентов это не шутки на самом деле мне кажется что здесь рубик в первую очередь взят такое мое мнение потому что и феникс и йорр спирита рубик это лучший герой чтобы их останавливать и соответственно вы гораздо и в роллинг болдыре потому что моментальный дизайбл ты и нас родители носит позволяет тебе просто не дать уйти ни тому ни другому герою и получается что это очень хороший и лейн саппорт и вообще по игре пассивка естественно тоже играет свою роль да все рубик не так плохо его apple и все и все последние патчи ему апнули пассивку и болты с приятную еще книжку добавили тоже для рубика добавили конечно как рубик по-любому любит читать вот гирокоптер это значит все-таки митки но в бейна проблем и и теперь подожди подожди вот они открыли что это метки но в плен и теперь есть за был пик чтобы выбрать себе керри героя по ситуации под гирокоптера и закон 3 еще как-то клапу в миду мироклю а ты закон ты капу и баунчхантера у тебя есть земель а плюс один я бы какого-нибудь но не инвокер конечно взял пока может попробовать тоже инвокер пакет который собирается через эти два нула собирается через вейл но спокойно может кайсить к вопу легко просто не опять же скорее всего хотят кого-то жирного героя взять инвокер инвокер хорошо мне кажется инвокер рейнджер вот именно стоит плохо вот начальные пять минут против копы поду спирит он стоит идеально там бы х то есть в равных условиях есть если бы у тебя был земель а у него не было в бх то ты можешь кого угодно брать хоть минера то есть будет линия хороша а тут именно два в два поэтому тяжело подобрать героя против именно копы у тебя просто никогда не было 9000 ммр вот у него есть сейчас тинкер тогда подъедет почему бы и нет тинкер может быть на самом деле тинкер на это уже неплохо мягкий пик будет vision еще разочи хочу видеть тинкера с агониум вот сладенький вчера причем даже не то что вы мягкий был пик там зим был он друид там вчера как раз бы плотно да да и вот очень легко их тинки раздевал что же будет с бх сквопой вот сколько их там 600 800 хп к моменту покупки тревого будет чейнтбокер мне не нравится я вот что понял тут нет ни одного нормального такого стана длительного чтобы санстрайк под него закинуть в миде проблемы в рк пак тинкер вот мне кажется такие варианты рассматриваются и в карьер с вами она взял слишком это все проседает потом если нюбе затянут игру нюбе возьмут второго корона мидал сто процентов они любят так делать ну то и спирит сталкер феникс еще один интеллект герой ну проседал его будет нужно брать час мне кажется какого-то более активную герои тот же инвокер он в лейте очень хорошим может стать кором вайпер тоже неплохо мы все время вспоминали этого вайпера на группах каждой команде говорили бери вайпера бери вайпер вот сейчас мы не сказали вайпер остался в пуле получается а и как бы да то есть мы каждого забирали вайпера у команда теперь позволили они кстати может быть даже этого вайпера своровали у нюбе на вас пик можно почему ты думаешь queen of pain queen of pain а может нет она может быть мало вероятным все возможно или три плава пойдет гирокоптер рубик я думаю что в харде я сейчас не забавить будет арбуз потому что что-то подобное мы уже видели арбуз тайтхантер соответственно очень любят не убитать хантера именно его то есть у них частенько был выбор возможность взять тайтхантера или с лордара например но они всегда выбирали именно тайтхантера вместо стартара более ауешный станд наверное но они просто любители все-таки затянуть в лейт если видят что противник способен их побежать это в середине они очень хорошо умеют дефицца и разводить по карте так чтобы в общем врагу был тяжело очень закончить игру в середине там где ньюби слабее и тянут в лейт а все-таки в лейте тайтхантер он конечно на несколько порядков сильнее чем тоже стартар смотри забанили алхимика и что они удумают что они зубы это не исключено то есть например как вопай который помогает баунти хантер такое может быть почему бы и собственно и нет и банк кандар который роумит между сложной и мидом помогает и клапе и еще какому-то герою пики буквально недавно были у нас такие в флэйм ставили вас какую-то квапу и как раз того самого анденга который мы вспоминали и неплохо стояло и то же самое с под баунти хантера квапа тоже может отдельно стоять и математ для мира клана мира хорошо они люби сейчас не будут рисковать сейчас квапа пойдет сто процентов оффлейн они будут брать с еще одного керри чтобы это остановить антимага потому что если сами сейчас уже затянут игру в лейт у геро коптера просто шансов не будет с квапой выиграть антимага кто хорошо стоит с вайпером кто хорошо стоит с вайпером в миде и при этом еще с антимагом что-то будет делать да тут тяжелый выбор лонду хит все-таки усыпили на ласт пик да интересные пики той другой команды ну что же первая карта вот же против ньюби начинается прямо сейчас и мы передаем слово нашим комментатором год ханту и лексу вам слово ребят здравствуйте дорогие друзья привет москва еще раз и рада вас все поприветствует тут привет тебе привет зрители привет интернету всем огромный привет привет москва невероятно приятно ощущать весь этот хайп когда зрители так приветствуют своих любимчиков но это мы конечно про себя не про команда команда то что уже ньюби ну неплохи ребят в принципе ладно ньюби 29.0 стрик олджи смогут ли они прервать все это дело мы увидим прямо сейчас на ваших экранах вы в эпицентре событий а теперь пройдемся по составам олджи флай будет играть на фениксе крит эр спирит миракль антимейдж мун будет катать на найт сталкере но тейл на вайпере аплодисменты им дорогие друзья как а на баунти хантере муна драгонайте хао на гирокоптере чуань на рубики и к пи на квину в пейн команда ньюби у нас уже первая стычка на карте мирку пытается подразмять квапу слишком продолжается а то все в порядке будет ну клапу весьма трудно убить на первом уровне хотя бы потому что есть блинк мун телекинес пошла барага отличный бодиблок от чуани нет ну нет вертмат не сделать слишком толстый найт сталкер 5 плюс 1 вова что фанатов не здесь нет кто поспорят с ребятами ну конечно люби объективно на данный момент сильнее все таки венстрик у них огромный и команда должна показывать свой уровень но уже поднялись последнее время все таки и миракл который набрал 9 к ммр это огромный буст по морали для всей команды я думаю а джи постарается стрик этот у ньюби отобрать посмотрим получится это или нет крит видит квапу там может быть стычка папе пришлось потратить блинк чтобы уйти но теперь нет даггера и намного труднее мне кажется быть на лыне так ну что у нас нотейл какао уже в медле может подразмять есть стычка нотейлу придется отойти потому что хитаться сейчас очень невыгодно ему вот казалось бы драгонайт герой такой довольно плотный стоять против него всегда сложно но этот новый драгонайт который задавать своим пресвайером по сути у вайпера не будет дэмэджа и так у него дэмэджа очень мало и под пресвайером там будут около 30 единиц но тейла будет трудно но наглеет здесь квапа знает что в любой момент отблинкается и нужно получить экспириенс на самом деле не часто мы видим ее на оффлейне по большей части только ньюби могут использовать в этой роли пока постоянно перемещается по лейнам но на эти сталкера слишком тяжело убить пока под кларити ну пока все очень спокойно как видишь на карте ничего не происходит но и внизу к веновпоин убивать не должны пока нет только контроля не хватает еще и сайланса не но сейчас очень трудно убить попу пока что пока мана бёрн первого уровня если он есть первого уровня то при достижении антимагом седьмого намного труднее станка первым болми и маму но начинают травить вряд ли хватит слову ли дэмэджа чтобы забрать здесь драгонайта слишком он толстоват очень очень жирный герой поэтому любят ставить мид несмотря на то что нет эскейпов вообще получается что я у джи у него очень жирный герой с хорошим эскейпом поэтому много фрагов на первом минуте мы не увидим к сожалению все будут жить будут сайф т.п так у нас на ботами опять заставляет папу упрыгнуть там три героя ну в миде я так понимаю противостояние будет по большей части один на один проблему муна тыкуют телекинез есть будете барыч есть барыч крипов рядом нет и возможно это будет фиртбат в исполнении ньюби мун пытается уйти хотя бы нейтральным крипам было даться но нет фиртбат в исполнении хау отличная инициация от команды ньюби не оставляет шансы сталкера хоть он и жирный но убить его смогли крипла очень сильная ну и мун приходит назад ну здесь слишком много крипов под вышкой ему надо получать и экспириенс это все таки найт сталкер ну не дает он динает гирокоптер 13 слова по крипам топ-1 крипстатс на карте ой ой клапа уходит в таверну подставляется под крита крит видимо дает сайланс и после этого к вопада не может все таки к вину в пен она конечно имеет эскейп но если получать стан то выжить уже не может слишком тонкий персонаж единственную ньюби поставить себе такой персонаж тоненький вместе с бонси хантером но слишком большой еще кд на блинк на данных этапах игры поэтому если ты один раз куда то не туда прыгнул то скорее всего шансов уйти больше не будет ну и как видишь миракл и нотейл постоянно меняется позициями то миракл на мито миракл на фарм в зависимости от того какие герой то есть как мы знаем миракл на драгонайте особо не играет поэтому когда я его увидел извиняюсь на вайпере то я подумал что все таки он будет антимаг от миракла так вайпер баунти хантера отгоняет зонит его от себя не дает подойти не сбивает себе даже clarity грамотная игра ну что клопа тут таки есть но отвода наверное не получится сделать му му crossfire теряет на тыл атаку кстати очень наглая игра пытается добить ранжового крипа но слишком мало атаки поэтому динает му ну му красавчик купил себе рейндроп и как видишь задувает постоянно вайпер ласхит крипов и более-менее пт стоит на линии смогут у тебя опять проблема у муна выходит какая есть тычка будет отелькинесс фейтболт пошел должны поднимать но рядом много крипов поэтому барага нанесет слишком мало дэмэджа пытается уйти му разминают его но слишком он медленный подженады и прочие гадости тычка с флэгой баунти хантер забирает хилл 2-0 пользу ньюби никто не сместился дабы помочь команде OG телефон попросту не оказалось это тот же фениксер сприт запросто может прилетать и помогать все таки фрунголог запкнули сайланс мана бёрн работает успеет ли уйти к вопа нет это фраг от OG вот ответка OG пошла ну вот он фраг для OG ну тыл разминает му ну тут трудно конечно трудно ДК слишком сильно регенится опять выход в спину му эрспирит отдался нейтральным крипам ну это не страшно быстрее вернется на лейн быстрее попытается еще кого-то загангать наступила ночь возможно надо как-то переместиться му на другие линии помочь там на мидл либо на ботом потому что стоять просто на линии ночью фармить крипов не самый лучший вариант какой левел у сталкера вот это самое интересное потому что если левел там три то можно выйти да левел три есть уже четвертый поднимает надо идти может действительно куда-то выйти но есть болдер на мо отравление санрей бюрдэмэдж да тут куча сейф тп еще может кака потыкать отличный булыжник ему может здесь погибнуть дотыкать ли феникс круг по отчету и возвращается чуань кстати тоже в зоне риска на самом деле он дотыкали здесь фениксу но тейлу приходится отступать но в итоге размен один в один феникс на дк это более выгоден для у джи да живет нутейл нутейл фармит нутейл уже топовый крипстат кстати как и антимага то есть пока два коргероя у джи идеально фармят в то время как ньюби смещается на мидл и у драгонайта жизнь не сладка да ну вообще против вайпера тяжело стоять несмотря на то что ты дк у тебя вроде все хорошо с регионом но тем не менее кака нутейл задули есть стан есть пичка с джинадой подходит сюда чуань телекинез пошел подтаскивать отдачу от вышки но тейл скорее всего отправится в таверну вайпер страйк висит чуань и можно убить немножко остается дэмодж и чуань все таки погибает под конец есть враг для у джи нутейл сделал максимум из этой ситуации и разменялся хотя бы мун остается на линии никуда он не уходит хотя ночь и лвл 5 то уже есть но решил мун что лучше пофармить он на самом деле себе талоны собрал с этой целью странно то что не находится в лесу но он идет на топ линию есть там хао есть телепорт также от чуаня но и вот же выжидают крис ты пока позиции есть у него булыжник любой момент закинуть полетели на хао есть санрейс хао очень больно телекинезу слишком поздно хао пока живет остается буквально 100 хп но его добили и дальше мун пойдет ли мун разворачивается приходит муу задув удар по муну мун остается буквально на 3 хп мун догореть 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 от драгонайта еще погоню за критом криту очень больно дотыкают и его неужели это даблкил от мууу но размер получился все таки мейкере на двух саппортов поэтому точнее саппорта но клинера поэтому не могу сказать что в огромный минус для луджи все же гирокоптера не убили фарм его приостановили антимаг при этом опять же фармит ему никто не мешает это может быть ошибкой все же это миракл и уже есть фарман шилл пт ринг оф хелс и левел 6 интересное смещение в мид могут ли они что-либо сделать здесь нотейлу кулдауна пока нету гирокоптера поэтому наверное нотейл в безопасности все таки на ботоме отпрыгивает клопа не успели подцепить стики сапог фласка больше пока ничего нет 1 2 0 кулпоп погибл правда два раза уже но сделал фраг пт у драганайта ну и уже целых 10 фрагов за 8 минут довольно активно дота у нас получается и при том как видишь ньюби не хотят останавливаться заходит гирокоптер за спину к флайу флай флай надо быть очень аккуратным сложно его убить все таки карус есть дай и можно улететь ну здесь какая не знаю есть ли у нее тос чтобы сбить это моментально можно начать с тоса просто флай очень аккуратно играет очень аккуратно играет даже не собирается подходить под экспириенс поэтому поэтому пока жив не отходит флай да понимать что на карте никого не видно и возможно просто не убит будут пушить да ну в это время у джи но тыл спокойно пушит вышку ничего не боится никого не боится он все таки вайпер крит на подстраховке если вдруг кто-то сделает тп и попытается проявить какую-то агрессию то он его спасет ну и антимаг тоже на полном фрифарме очень трудно квапе его хотя бы подразмять наверняка там уже есть колечко какое-то много грипов возле т1 кака подсвечивает крита можно и потыкать на самом деле его да ничто не сделаешь криту крит все равно улетит поэтому да примерно просто потык а спереди бежать чтобы не укателся нет но на топе ты один уже упала можно поздравить ньюби с первой вышкой ну имея драгонайта конечно можно выходить пушить можно выходить пушить и миддл а потом все товара дальше ну вайпер страйк пошел булыжник в му закатились разминают му здесь три сейв тп как же они хотят заставить своего миддера но миддер все равно погибнет да санрей у чуаня огромный парк вверх пошел кэлдаун до тейла попадает тоже занятая снижка много демиджа с баррейджа и погибнет здесь вайпер один в два размен шикарный размен получается наступает снова ночь от муна уже искусственная попытка будет выйти вниз там стоит пин оф пейн есть сайлент сайлент кастуется прыгает также мирокл будет еще и мановой пи мановой взрыв минус уже ровняют счет семь семь десятая минута если обратить внимание на нитворцы четыре с половиной тысячи антимага четыре двести вайпер топ-2 нитворца принадлежат команде олджи крит уже шестой уровень летать на тейл я думаю криты что будут готовы ворваться в хао как вопер-страк появится ставится сентри вард как а спалил найт сталкера найт сталкера слишком а хотя у него два манга поэтому смотри проблем не будет гирокоптер в инвизи пролетел слишком жирная цель надо плюс один вайпер-страйк хао булыльник получается просветка наперёд пошел калдаун под себя но тут санрей поэтому дэмэджи нанести никакого не получится ой 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 му может ошибаться запрыгивает меркл он сжигает всю ману очень жирный му слишком жирный меркл нет еще ультимейта 10 секунд за му пойдет до конца ли меркл не находит му а вот сейчас можно найти порою там рубик блинк аут что они сюда уйдет и вот она в погоне уже есть ставится за пернова и начинает ее разминать скорее всего погибнет яйцо яйцо погибает очень быстро меркл есть не смысл врываться там двоих вайпер вайпер продолжает разминать только не лучший таргет слишком толстый ну и в итоге все заканчивается разменом один в один опасно баунтихантер от бега она не подставится по центре пока не подставляется баунтихантер прыжок телекинеза на нутейла нутейла можно бить нутейла слишком жирно нутейла воруется вайпер-страйк прицепительный скилл чуань прыжок от меркл будет мановой взрыв на рубике есть и дальше погоня за мул мул крита убить не сможет а мул могут убивать соник вейп есть по троим дэмэджа хватил только нерв спирита и ставится пауза просто в центре файта ну что чем закончится файт ну мул скорее всего погибает в любом случае то есть на нем работает магнетайз поэтому вряд ли оттуда получится улететь но тыл не отпустит скорее всего и клапу хотя возможно у нее есть блинк прямо сейчас ну смотрим отжимается пауза даблика 12 секунд проблемы у квапы квапа пытается по моему скисовать тэппоут не получается 11-9 в пользу OG размен явно в их пользу самое неприятное в этом моменте что антимаг опять же он и фармит и он убивает и антимага кстати интересно на этом билл появляется в вангвард вт и после этого еще и хардресс то есть пока что миркл АПФ и не задумывается на как раз таки игре поднял 9к ммр он ВФ и не фармил что довольно было интересно необычно ты решил зафиксировать результат новая мета да ну и гирокоптер пока тоже голый по языке аквилом будет собирать барабаны статовый вариант выбирает это тут объяснимо потому что слишком много магического и не только раскаста надо выживать файт иначе тебя просто сметут за одну секунду как 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 ну какой драгоня стандартный свой армлет в принципе мы уже привыкли к такому айтем билду но до сих пор по нетворцам да антимаг и вайпер находятся в топе ну тут спорный вариант на самом деле можно было купить даггер попробовать выйти в какой-то сильверейдж все-таки антимага надо цеплять как-то порчет у квапы явно не будет ранним потому что стояла на оффлейне и по нетворцам мы видим всего 2400 ну думаешь так пассивку антимага нужно будет отрубать в перспективе я не вижу ее как-то опасное слишком пошел скан прекрасно видит местоположение квапы поэтому будут пушить миддл ну то скорее всего размен то в раме будет хотя здесь справиться намного быстрее антимагу достается вышка есть уже треки у баунти хантера следующие файты если будут в одинаковое количество разменов то выгоднее для Ньюби прошел трек ну и Т2 сейчас может упасть но есть телепорты от Ньюби смещаются они сюда разумеется хотят дейфить хорошая позиция у Жиз стоит Феник сзади готов ставить свою супернову смотрим будет ли в рейф но ТЛ очень сильно бакует у нее есть меку он понимает что быстро его никак не смять в любом случае в любом случае клацнет свою кнопку да и флай Санрейм если что подсобит битмо брасфайр подрезал дэмэдж но Т2 пока стоит хотя и мало хп нет формы еще 50 секунд у драгона это без формы воевать по сути невероятно сложно и поэтому потихоньку уже идут и хотя они очень плотные и вайперы и антимага и вангвард и мека как говорит в себе знать плюс ко всему Санрейк который хилит а Санрейк то замакшенный ну да тут фейтболт на самом деле и брасфайр очень сильно дэмэдж режут суммарно да это все стакается но я уже вынужден отойти я думаю ненадолго у тебя висят треки узнает местоположение сейчас ну Тейла Хао ну ночь идет для Ньюби это разумеется в плюс пожалуй улыжник мимо не попадает слишком он медленно летит с последнего патча сложно попасть ну и что задумала Квапа Соник Вейв есть формы пока нету ДК вот сейчас она прям появляется антимаг аккуратней надо быть ну что брасфайр не собираются атаковать на самом деле кучкуется в медле но при этом агрессию проявлять никто не хочет спокойно смещается лжи на топ чтобы спушить там Т1 легкая добыча еще есть на карте да и Ньюби надо все таки пушить имеется Драгонайт может с ним делать лечи да и Гирокоптер все же его также отпускают он и там уже появляется артефакт и на Сэнжи на Яша что очень приятно и вот он уже и в Лэдмирс и в Ангвард то есть до сих пор антимаг без Балтафюри играет именно такой антимаг который будет таргетный бой принимать который не будет фармить АФК там 20 минут но это пока возможно в следующий раз все таки будет в Лэдмирс далеко не так возможно на топе у нас будет стычка, нет? на топе Чуан, Телекинез пошел Критас, Санрей ставится в иглик но тут два Рейдж Тоз залетает Критас очень больный укатиться отсюда некуда просто прожимает Магдитрайз неужто он все это время живет? Критас ставится яйцо яйцо могут разбить на самом деле Мун получает стан отвертки одного этот Мирагу но никого не добивает очередной Санрейн Мун залетает Тоз он тоже погибает Мун до конца Меркл идет даблкилл от Флая по итогу Санрей убивает и Меркл проиграет дальше пошли Досты просветили КК пара ударов КК минус триплкилл от Флая да Санрей и Спирит и Веселье очень много дэмэджа внесли по итогу OG и размен 2 в 3 вышел убили Драгонайт но до сих пор фармит Тегерокоптер и Кюн оф Пейн ну разница по золоту судя по файт рекапу совсем небольшая 579 бонус OG 745 заработали Ньюби но это благодаря трекам понятное дело уже это отмечали появляется удар Таханомидас от Феникса опять же не обязательно его покупать очень быстро Меркл ну а М все равно фармит топ-1 нетворца на 2000 обходит ДК это кстати очень уверенный старт от антимага изменить по праве двойки спасибо спасибо оп 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 раз два три привет дорогие друзья так нас наверно и лучше слышно я слышал скандирование громче но не понимал к чему это судя по этим микрофонам нас не было слышно Может это и к лучшему? Возможно Ну что, продолжаем, дорогие друзья Наблюдать за этой великолепной игрой OG впереди 14-11 Болдар не докатились И квапа спокойненько уходят Да, Санрей, Вижен есть, но толку сбить нечем Хао Есть Драгонлендс Интересный выбор, да, Драгонлендс Ну, судя по всему, это задел под будущий блокинг-бар какой-нибудь Старается держать рейнджу Да и разбивать яйцо Удобнее, когда ты далеко от него Но ТЛ Смещается Му на хосте Будет ли трек Диавижена Очень далеко, очень далеко Му идет Очень далеко могут его красать, прилетает Феникс Есть удар, ваперстрайк, пошел булыжник Му очень больно, но живется, Андрей Му Можно убить вирус на Муе Отличный булыжник, скатились в Чуань Есть Трекинес, пошел, колдаун, залетает сюда Тос Но ТЛ, покажи, Мека еще, если не ошибаюсь, тоже не прожат Уходит с блинка, отсюда Чуань Погоня от Мерга, но Я думаю, этот файт уже окончен Занаглел очень Му Конечно, побежал это вперед Одному без поддержки тиммейтов Думая, что у тебя только хастает и все можешь Но оказалось, что это не так Да, но и Олджи чувствует себя очень уверенно Опять же, просто игра в жир Антимакьяша, Вангвард, Лэдмерс У Лайпер это Мека и появление Аганима скоро будет Ну это минус очередная Т2 Да, это замечательно Возможно, в ближайшее время Олджи отправится на Рошена А может быть и нет Просветка, КАК дает трек Ну отсюда, наверное, уже не уйти Да, есть фраг на Баунтихандере Некуда заедеваться, Орт Спирит забирает этот фраг Преимущество порядка 4,5 тысяч по золоту для Олджи По XP они выиграют 5 плюс Ну пока Олджи выиграет команда, которая хотят стриг Команду Ньюби остановить Напомню, 29-0 И у него успевает улететь Есть Манавоид, но Палинкау через 3 секунды Булыжник полетел Есть фир, есть пара ударов И минус на Пюнов Пейн Это совсем для него неприятно Потому что инвентарь абсолютно пустой Никаких ворчетов здесь в ближайшее время не появится Юлов тем более Соответственно, уходить как-то от Сайланса Не выйдет Выходит потихонечку Моу в Блокенбар Понимаю, что иммунитет нужен И от Феникса, Орт Спирита И от Найт Сталкера Пошел трек Ну, антимагол абсолютно все равно на это дело Он очень жирный Он очень жирный Начинает кушать Т1 Фейтболт Подрезали дэмэдж Ну и спокойно отходит АМ Рубик, очень агрессивный игратель Кинес пошел Нутелла Худший таргет, как по мне Ну, он спокойно уйдет отсюда КК Попадает под Вижн Пошла Францветка Вайкер спокойно живет Там же есть еще Мека Поэтому бессмысленно его бить Пошел калдаун Заденет немного антимага Ну и на этом расход Опять продали Баунтихантеру Получает Вайкер Страйк Очень нагло играет антимаг Неужто это будет очередной фраг Действительно минус Драгонайт И можно идти дальше Меркель запрыгивает на Чуаня Чуань Сворывает блин И надо уходить Уходит Чуаня Опять же уже выигрывает файк 2 в 0 Забирает еще башню После этого могут пойти еще на Рошана Какого-либо Забрать его Можно и Т2 на самом деле Думаешь? Ну хотя да, Драгонайт еще нет полминуты Байбэк у нее не так же Идут уже дальше кушать Ньюби ничего не мог сделать На данный момент Они просто это смотрят Как бьют их башню Вот он, до которой сопернили Команды Ньюби Вот они, ОДжей Да, мы пытались найти Когда их была последняя встреча Так и не получилось А ее, по-моему, не было, да Ее просто не было В ближайшие 6 месяцев Да, что там у нас есть У гирокоптера Ой-ой-ой Пытается выйти в БКБ Да, но Сильно дэмэджи Это не прибавишь Ну Проект Тос Не пробить Не пробить Ну и что у нас Все поформят под треками Никто никого не боится На самом деле Давно у файта не было 5 на 5 Постоянно пытаются играть Не любая 4 плюс 1 У них либо Гирокоптер Либо ДК фармит Во время замесов Но они могут Не БК принимать 5 на 5 Кажется, что у них Способностей много Но, как ты видишь Не хватает дэмэджа Элементарно Надо фармить артефакты Больше-больше С другой стороны Ужи фармят Много артефактов И не меньше До сих пор Антимаг Вайпер Топ-1 Топ-2 По Нетворцу А, с учетом С учетом Мидасу Феникс Он догоняет ДК уже практически И в скором времени Его перегонят Это совсем печальное событие Будет, когда У Ньюби Мидер упадет Ну да, Феникс Уже есть худ То есть будет какой-то пайп После этого Тогда еще У Ньюби со своей магией Могут Ничего не делать А гоняби Мидасу Найт Сталкеры Это очень важное событие Потому что С Виженом У Ньюби Будут огромные проблемы Пошел Скан Прекрасно Видит Квапу Кака Снова подставляется Очередной фраг На Баунти Хантере Мега килл Стреку Флая Ну да, Баунти Хантер Это, конечно, Карти просто бесполезен Разбивается Макия Мун Плюс Крит Као продолжает Пармить Я не знаю Есть ли у него рецепт Хотя Наверное Он и подлетает К нему И будет Это Блокинг Барда Готов Блокинг Барда Кстати, у Лэнс Остается при нем Выход вниз На Му Намечается Му пока просто Фармить крипов Ни о чем не подозревает Вот он Мун Есть Воин Есть Фира Есть Булыжник Прыгает Миракл Манта Стайл Будли Манавоид Есть Манавоид И Му Опустит Арамлет До конца Путайцуйте Но это слишком сложно сделать Против троих И минус на Драгонайте Вообще не дает набрать Артефактов никаких Постоянно гангует По всей карте ОГ Несмотря на то Что Баунти Хантер Вроде как в команде Ньюби Фраги почему-то Происходит на них Очень много Вижена ОГ Просто дает И сейчас еще бегает Мун Сбивает все ворды И все Сталкер Становится просто Контрпиком Бедного Баунти Хантера Баунти Хантер был взят На феррск пик По сути Было это очень спорно Но как видишь Не зашло Хотя Баунти Хантер По натвор Сверспирит и бегает Но по полезности Сверспирит все же Будет получше Ну Вайпер был пикнут И Баунти Хантер Прекрасно понимал То что уже Что-либо сделать Мидеру Будет очень трудно Возможно сейчас Еще одна стычка будет Мантимаг сейчас Безмана оставит Клопу просто моментально Мейкпи подставляется Есть фир Есть воид Есть пара ударов И минус на Кнофф Пейн Неудержим Уже Миракл Ну и как здесь играть На самом деле Я вообще не понимаю А ты не можешь Нигде фармить Тебя видят везде Ты ничего не видишь Все просто Да и ты вынужден Стать где-то на базе Но на базе не пофармить Крипы там не появляются Я думаю в скором времени Мы увидим Фарм Рошана Фарм Т2 на топе И заход на хайграунд Потому что Сейчас OG уже Очень много набрали Но Тейл Неужели без Рошана Пойдут на рампу Утопы заходить Вайпер страйк Као Но там есть БКБ Поэтому врываться У него страшно на хайграунд Вайпер страйков уже много Там появился Аганим Потом кулдаун Очень маленький Надо пойти на Рошана Забрать Айгис После этого постараться уже И заходить на рампу OG это могут сделать OG хватает Да OG? И хп Пошли OG На Рошана Пойдут и Ньюби Вот чем вопрос Потому что пока не стоят на базе Ньюби Бутли смог Ну надо защищать На самом деле Так ты просто отдаешь карту Потихонечку Медленно Но уверенно Делать какой-то комбэк С учетом двух жизней У Нотейлы Или у Антимага Невероятно трудно Вышли Ньюби Побежали В смоках В полном составе Пока день Хорошая позиция стоит Крит Смоук балит Крит улетает Все Смоук спалит И уже выходит сюда OG Подцепили Чуаня Пошел магнитайз Крит получает Пару твичек Есть задув Кулдаун пошел Ставится шикарная Супер новость Но никого по сути В никуда висит Там Пайп Му должны убить Минус на Му есть Размен на Пеникс Убивает Также Распирита Под Хао Под КП И пока КП заканчивается Крит Хао Должны грызть Хао Типаут Беги улететь Не успевает Вилли телепорт ему И минус на Хао Убили на саппортов Опять размен В пользу OG Да Они забрали Двух Кор-героев Скорее сюда Формят Чуи Рошана Потому что Врываться сюда Без Соник Вейва Без ДК Без Гирокоптера Бессмысленно Без Гирокоптера Саппортами как-то Справляются Но вот С Корами Нереально Ну а как теперь Антимага забирать Сейчас Аегис Его надо убить Два раза Он спокойно Может вблинкиваться В самый Центр драки И вытанковывать А спорный боя Эбисолблейд Супербашера И с этим Экспактом уже Неркал Будут не только Вытанковывать Но и убивать Один на один Так вот Гуляет Как КА Моун Потерялся Все есть, все в наличии, гем И как-то тут снова подставляется Куда он здесь стоял, что он фармил, просто предоставил Скорее всего вижн давал, вижн давал Скорее всего, но Понял, что его спалили, хотя давайте вижн Знает, что OG видят все Очень странное занятие Нон-стоп фармит антимаг, понятное дело Будет дофармливать себе абиссал Появляется сия у гирокоптера Укрепляется по статам, бкб сия Но нужен дэмэдж, нужно как-то делать так Чтобы саппорты рассыпались в файте А не спокойно бегали, кастовали все с пылы Какой-то макейкербар, возможно, да, что-то из этого Что пока дэмэджа не хватает Драгонай также дэмэдж не может вписывать нормальный Ого, до меки добрался все-таки Баунтихантер Очень поздняя мека, 27-ая минута Обычно к этому времени уже есть какие-то грифсы Плюс форстаф или что-то подобное Но не тот случай сейчас у ньюбин Да, ньюбинг это очень плодная ситуация Сложно камбэкать Хотя, опять же, герои сильные Если дать херпик как-то до лейта То гирокоптер может и выиграть файт Тем более пока, как видишь, лжи дает спейс Никуда не идут пушить Какие-то смоки не используют Просто фармят сами Ну, они периодически делают нужные фраги Поэтому не стоит им напрягаться Лейт, по-танцалу, у них тоже очень хороший Перепармливает антимаг Феникс по-прежнему стоит в упор к ДК Делают баунт отсюда Ну, скорее всего, сейчас уронят Т2 А следом, возможно, будет реализация Аегиса В виде захода на хайграунд Лейт же очень долго бьет в строении Это неприятно, что дэмэджа маловато У того же самого Вайпера Меркл еще плюс как-то Ну и внизу, кстати, там Квин оф Пейн тоже Времени зря не теряет Также пушат и на центре там внизу Есть под пуши от ньюби Как-то пытаются ты пушить Хотя бы размениваться Это максимум, что они могут выжать из этой ситуации Должны их заставить сейчас сместиться на том Здесь, конечно, OG пойдут Нет, мы видим ТП на ботом Не собираются пока заходить на хайграунд Играют очень аккуратно Все-таки остановить ньюби на стрики в 29 Особо приятно, наверное, не дать добраться до 30-очки И вот он уже, Abysl Blade Конечно, дэмэджа много для СМР не дает Но дополнительный дизейбл Пробивающий по КВ Да, появляются шансы какие-то убить Квапу, например, из одного Или того же Чуаня запрыгнуть и есть Да и халов на три байта Потому что мы не будем влаги И нажать на него Abysl Blade И застанет Будет очень приятно Но главное, чтобы OG двигались по карте И они давали спейс Потому что ньюбер спейс не могут И воспользоваться в этот момент Две минуты до исчезновения Айбиса И такая стала пассивная Опять, по-моему, Баунти Хантера нашлись Не ошибаюсь Да, очередной фраг на Баунти Хантере Нутейл Мега Килл Стрик Скорее всего, вела, да Но вообще ФБ показал Так что, скорее всего, это не вела Ну что, смаки Олджи Реализовывает, конечно, минус Баунти Хантера Это такое себе Пропали смаки Квапа прыгает Попытка скастовать ТПА Улыжник рядом, Абисл Блэйд на голову Это минус Queen of Pain Да, Квапа, конечно, вообще не зашла Ультиматы не были какими-то опасными И Квапа, хотя должна была жить Палаке, но погибает очень много Интересно, почему она решила сделать Блинк, а потом ТПА Вместо просто ТПА, как сделал ее тиммейт Но Хау фармит Хау уже вплотную к Вайперу по Нетворсам А это неплохо Это очень хорошо Какой-то игре Теперь кинобят Кинобят Ну, Джин не спешат заканчивать Понимаешь, что будут очень долго бить строение Мы видели, как они там Тер-2 башни били Секунд 30 Ну, у них слишком толстые герои На самом деле могут просто драку выиграть Прям на файграунде Мун Гем имеется Видел на Баунти Хантера Ну, и вот он заход Вот он, Миракл Начинает биться Слушай, потихонечку, потихонечку Даже без скрипов Они нормально тавер пробивают Там Хау пытается сплит пушить в это время Вот там Есть форма Будут задувать Будут отгонять И отходят Отходят, чтобы поддефать Под треком находится антимаг Поэтому удивить никого не получится Каким-то внезапным врывом Опять же, очень аккуратно Очень спокойно, грамотно Не хотят уже подставляться Отдавать там свои Фраги, стрики Тем более пропадает Айгис У Джей тайминг все знали И Отошли Интелепный скан Просветили команду Ньюбин Но Тейл А будут ли выходить сами, У Джей? Все-таки далековато нахвате Распырить, наверное, не стоит Да, и Ньюбин немножко прошли И вот назад Сейчас проблема в том, что не будет форма у Драгонайта Я думаю, что У Джей это просто переждут Форма исчезнет После этого можно сходить без формы Драгонайт, дефить Ну, будет огромным трудом Только задувы Брисфайра и все Ну, все лейны надо подогнать Что-то там на ботами лейн далеко Для этого, понятное дело Он сейчас будет уже Вплотную Ну Форма заканчивается Есть два Блокоба И можно сходить на хайграунд Самое важное, что есть два Блокенбара На двух корах Как там можно будет жить? Хотя бы вот героев по типу Сталкера Феникса не погибать Главное успеть их нажать На самом деле Штаби Сулблейды Залетает ракетка в на тылу Пошел Вайпер Страйк Неприятно на самом деле Ему очень сильно падает Сталкера Штаби какой-то Драгон Лэнс Которого можно было Слоу Граунда напуливать Но его нет Но уже скоро доиграть Уже у Герокоптера есть Игл Сонг То есть Бутерпляя скоро появится Не становится Ньюби Все сильнее и сильнее С каждой минутой ОГ пока заходит Но с трудом Все же есть чем Вбиваться Ньюби Фейтболты Брисфайры Флэканоны Ракетки и так далее Там еще квапа есть страшная Пошел с Андрей Дейла Выхиливаю до фула Начинает Взбивать ракетку Остается Станни Прям под вышкой Надо быть аккуратней Конечно понимаешь Что он толстый Есть у него Мека Зафокусить наверное Не получится Пошел Телекин Эскалдаун Нотейла Форстапом Сдолхали слишком глубоко Пытается лутбораги Смелите Нотейл здесь Форн погибнуть Нотейл еле живой Минус Нотейл Нужно переключаться на яйцо Переключается на яйцо Хау Пытаются сбрить Булыжник Яйцо Падает Остает здесь Миркл Стоит Станни Нужно делать Эсю дабликаут Неужто зафокусит Минус Миркл Минус 3 от Ньюби Потерят всего одного Рубика Еще Паконя продолжается За Критом Крит Нет Балдра У Крита нет Тепаута Крита находит Да он начинает бить Есть Экпи Есть Булыжник Неплохой Но этого мало Минус 4 от команды Ньюби Размен на одного Чуаня Это много денег Это очень много денег Там были стрики Притом сами Ньюби Ничего не потеряли Бараки стоят Ор стоит Орджи Мы видим что происходит По графикам Как они ломанулись В сторону Ньюби Не стоит забывать О том что они сейчас Получают свободное время Для фарма Это значит что Герокоптер Еще что-то вынесет Скорее всего Это будет готовый Бетерфлекс Веречего файту Это означает что Олджи В ближайшее время Вряд ли еще пойдут К вражескому хайграунду Наверное беда Такого антимага Что он не может Фармить быстро Несмотрите на эти нетворсы Скоро антимага будет отставать От Герокоптера С такими успехами Все же ПФа нет Да но вот решил Собраться такой Боевой бил В итоге в начале Получилось его реализовать Сейчас при заходе На хайграунд Это очень-очень трудно Минута остается До Рошана Бетерфляй прилетает Герокоптеру Третья четвертая минута У нас Двадцать восемь Семнадцать В пользу Олджи Но Это еще Ничего не значит Да Ньюби Мы сейчас почувствовали То, что у них Все нормально В массфайте Да Я помню Дихандра Смотри Уже появляются Артефакты После этого файта Он там снял стрик С антимага Но он сейчас Минус армода Соллар крест Очень жестко Соллар крест Плюс бутерфляй Кидаешь на антимага И все совсем плохо Герои У Ньюби Становятся жирные Драгонайт И Кирокоптер Сложно пробивать Да инициация У Ньюби Все же есть Хоть там Интеллигент По сути один Но этого хватает Дабы подцепить И убить Хотя оказалось Очень жирного Нутейла Там все-таки Оганим И Мека Ну сейчас Под Соллар крестом Вообще Не будет проблемным Таргетом Я считаю Возможно Потом мы увидим Еще какую-то Кирасу И Все станет Еще хуже Да мы видим По нетворсу Кирокоптер Уже Выравнивается С антимагом Совсем Маленькая разница ДК На две с лишним тысячи Обошел Феникса И в смоках Побежали Ньюби Правда нам Реально Кого-либо найдут Ну может быть Это будет Рошанчик Которого Они должны Избривать Быстро Ньюби Скан Никого не пропали Но УДжи Пока не выдвигается На Рошана Даже близко Знаете Компании дружный А камни головы Это падает Под кончик Солор крест Поэтому Да Рошана Забревают Очень быстро Не успеют Уже дойти Как бы не хотелось Заберут Ньюби Да Уже все понимают Что падает Рошан Но слишком поздно И айг С лекером Второго разубивать Хао Будет очень сложно УДжи Доигрались По-моему Да Остается Ребята В смоках Но А куда врываться В слепую Нет Нет Да сейчас врываться Вообще опасно Нужно еще один Пайк прогреть Для этого Скат Не теряются У вайфера Еще больше жира Хотя здесь Не помешало бы Наверное МКБ Которую очень Нужно против Герокоптера Как-то пробивать Его надо Что он скоро Будет нажимать Флэг И сносить Пол команды Да Еще и у Феникса Пайп есть Весьма такой Защитный артефакт Опять покупает Плэйтмейл Он скорее всего Будет шиво В ближайшее время Притом Юбин То что там Начинает выходить С базы Наглеть Они стоят И ждут своего соперника Понимаешь Что надо принять Еще один файт И после этого Можно побеждать Но уже боятся Уже так нагло Не лезут Миракл 2 600 Какой артефакт тебе нравится Больше Следующим Я даже не знаю Он ходит В наступление В наступление Можно так сказать Попытаются Забрать Т2 Уже Баунтихантер Толстым становится Ну да Игис у них есть Вот на Солар Крест На Герокоптера И идите его Убивайте как хотите И Ожи не дефит Эта тавра Они поймут Они не могут Его дефить На данный момент Теперь уже Ньюби Пытаются Склид пушить Сами Может быть даже Пытаются на хайграунд Зайти Вообще БКБ есть Аегис есть Почему бы нет Кто их останавливает Форма есть БКБ есть Аегис есть Солар Крест есть И Ньюби могут Захозить Вопрос как Уже Это буду дефить Вот на Солар Крест И Хао просто Избьет Есть был Ишник По Хао попали Вайперстрайк Ну так вот Откидываться От Ожи могут Много чем Форстаф пошел И все нормально Правда там Ой есть Плитпуш А там Мирокоп Глиф поздно Нажимает Команда Ньюби Ошибка Надо делать ТП Надо делать ТП Это антимак Начинать потихонечку Проседать Ну это не страшно На самом деле На такой стадии игры 38 минута Рейндж Барак Потерять Ничего страшного И смещается Ньюби на базу Вот они графики 7000 На такой минуте Это ничто По сути Преимущества нет Да с учетом того Что было 12 плюс И не смогли это реализовать То есть Семью Это еще труднее Появляется Керас Как я и говорю У ДК Еще больше Минус армора И плюс армора Для самого Драгона Это плюс ко всему Да Там и так Проблема С физатакой Дэмэджа просто Уже не хватает Его слишком мало То есть Даже какого-то Рубика Будут убивать Не так быстро Как может показаться На первый взгляд А насчет Керокоптера Драгонайт Я вообще не знаю Реально Чем их убивать Под БКБ Магия не проходит А физдэмэджа нет Ну вот Жиз загинает Себе в угол просто Что делать Какие у тебя идеи Я не знаю Нужно атакующие Артефакты собирать Нужно покупать Тем КБ Какие-то С которыми Можно попытаться Зафокусить быстро Иначе Играть через защиту Здесь будет невозможно Не просто Герокоптер Это очень много Атаки Там минус армор Там треки Больше мувспидов Пайтер Ну появляется МКБ У антимага Наконец-то Это игровая банк Меркл остается без байбэка Если его убьют То игра может и завершиться Они пойдут ли? Ну и Шива Шива у Феникса Идут нюхи на Сердву башню Хотя там Повоевать Ну или Сердву башню Просто забрать Опять же Уже могут Откидываться долго И Феникс И Распирит И Вайперстрайк От Вайпера Там способности хватает Полетила ракету А тут Сорба назад На герокоптера Бежать Может кто-то Собьет ее или нет? Сбили Почему она летела в Хао? Да, так Хао запасил Лотусорб Сам спосверфер Ракету И сама летит себе Неприятно Смок Покупает себе Распирит Думаю, дождутся уже Пока исчезнет Аегису противник Контутри Смок от команды Ньюби Нотейл Как же опасно стоит Нотейл Крит Получает станд Получает трек Пошел калдаун Крит моментально Сбревается Нотейла Тоже можно подцепить Форстафит Робика Робик есть Трек Снимают его Лотусом Нотейл Отсюда По-моему Не уходит Под золорфрестом Как же его расстреливают 76 секунд Байбэк имеется Нет байбэка У Распирита Это очень неприятно Поэтому не убью дальше Сейчас нет Делают телепорты Я понимаю Надо пушить Да, ну выигрывает Время для Миракал Может прыгнуть На баунти хантера Но нет Не рискует Это страшно На самом деле Ты тратишь блинк Запрыгиваешь Получаешь стан от ДК И тебя просто Разматывают Вот ДК Есть еще слот Что туда собирать Может быть какой-то Сатаник Сатаник, да Опять же Ширность Дема же Что-то хватает У него Больше ДВ не нужно Либо Сильверейдж И против Вайпера И против Антимага Это очень Удачный Артефакт Тоже Сейчас много Статов За счет Утимейтера Попать Ну Ухау Появляется ДМН Варианта Два МКБ Лиды Идаус Я сомневаюсь Что Будет собирать Рапиру Сейчас Фармит Антимаг Все фармят Очень аккуратная Стала игра После того Захода На хайграунд Ньюби Олджи Теперь боятся Олджи Слабее Если быть Объективным То Олджи Намного Слабее Файти Ой Солар Крест А почему Не Кераса Банально Для всей команды Там МКБ Уже Сегирокоптер Она только Только Появилась Момент Очень сложный Кераса Смотрится Намного Лучше Если Выбирать Солар Крест И Кераски Ну что Антимаг Хуйнов Пейн До сих пор Без Аганима Скоро Времени Появится Еще 15 уровень Есть еще Куда Стремиться Неужто Олджи Ну хотят Хотят пойти Хотят Какого-то героя Поцепить Это слишком Трудно Ну 5 на 5 Без шансов А вот Как-то 5 на 1 Было бы Неплохо 5 на 1 Это всегда Неплохо Выжатает Олджи Хоть кого-то Друг друга Ребята Просто не видят Но Кое-кто Кого-то Видит Нюби Хорошая позиция Нюби Тут не подцепить Они пятером Пятером И вот Жи Никого Не подцепят Какого-то Солого героя Который загуляет Но это пока Ну мы сейчас Скорее всего Будем смотреть Роша Настояние Знаменитое Когда все Будут ждать Блингдагер У друга на это Появляется Такой вот выбор И так же Отчего они Блинг Ой-ой-ой-ой-ой Видим что происходит При том что Не происходит Фрагов на карте Нюби Отыгрываются Потихонечку Стан Подсветка Телекинез Меркли Может погибнуть Банально Да он погибает Восемь секунд У него есть Байбэк И даже с байбэками Я не знаю Что будут делать Олджи Им по сути Нечем дефить Слишком мало Урона Олджи Слишком много У Ньюби Олджи Как и было Мало урона Так и остается Урон особо Не прибавляется Да Ну и вот он Заход на хайграун Очень быстро Как же строение падает Вайперстрайк Ничего страшного Есть байбэк От Найт Сталакера Уйдет Ну и тут И китайцы отсюда Это мало Мало-мало-мало Пока Нужно больше выбивать Форма правда Заканчивается уму Поэтому Рисково Но вообще Они сейчас показали То что у них хватает Дэмэджа Чтобы забрать Антимага При инициации В него А инициировать В него Не проблема Потому что Есть даггер У ДК Дожидается Рошана Ньюби И с ним Можем уже Попытаться Зайти на рампу Вайбэк У Сталкера Не будет Что Муншарт Остается Хотя нет Еще слот Есть Да Слот Купит себя Опять же На плотность Может быть Тарат Или Свои тяжкие Уйти Ну можно Вообще Муншарт Положить И не кушать Его Да Тоже вариант Пусть будет Пусть будет Гирокоптер Также есть Слот 4 тысячи Золота В запасе Можно купить На плотность Какой-то артефакт Можно Сатаник Собрать На самом деле Сатаник Смотрится Очень круто Мун Ну Еще Полторы Минутки Извини Тирана Что будет Стычка Опасно Опять же Ужить Должны понимать Что они Намного слабее Прыжок Есть Нутейл Один против всех Мун Нажимает Блэкенбард Пошел Кулдаун Нутейл Очень боль Нутейл Просто один Против всех Стоит Никто Ему не помогает Нутейл Минус Есть Прыгает Миракл Пытается Подцепить Кау Бесполезно Демоджа Не хватает Ставится Супернов Манаводни Шикарный Потрайни Мирус На Герокоптере Прыжок За Чуанем Миракл Уходит С файта За Чуанем Но это Бесполезно Чуан С блинком Ну и Надо пытаться Заходить на Хайграунд Разводить на Байбеки Это определенно Фулловый Здесь антимаг Нечего ему бояться Дрошана Еще порядка Минуты Время есть Время есть Заставить Сделать Байбеки Герокоптера И ДК Это Очень важно Будет Для ОУДЖИ Есть Байбеки Герокоптера И отойдут Уже Два Байбека Не дождутся Они Рошан Вот-вот Появится И вот Они Графики Как они Поменялись Думаю После этого Байта Снова Все станет В нули Ну Не факт На самом деле Да Теперь Еще Аккуратнее Игра Будет Потому что Байбеков Нет Да Тут чисто На первую Ошибку Что ошибается Проигрывает Хотя Монавойд По сути Весь файт Решил Это взрыв По всем героям Оуя Огромная Погоня Есть Рошан На Рошана Заходить сложно Ньюбе Все-таки Есть Мун Который Очень много Видит Под огонимом Ночью Ну Нужно Егис Хау Нужно Егис Хау Они прекрасно Это понимают Что он Байбека А может быть Убить Хау Убить Хау На Рошане Вариант Неплохой Конечно Но посмотрим Выйдет Ли это сделать Но очень опасно У него играет Очень опасно Феникс Спалил Нотейл Кака Кака пытается уйти Пошел калдаун Это не страшно Слишком маленький дэмэдж На данную минуту Нотейл Разбивает ракетку Антимаг Очень наглый Врыв на хайграун Он пытается замесить Хау Хау Остается без маны Соник Вейв Мув Прожимает Блэкинг Бар Драгонформа Через секунду Нужно ее нажимать Здесь наверное Или он просто будет Отдаваться И ждать Байбека Но ты ведь будешь Без Блэкинг Бар Нет Байбека У Драгонайта Его попросту нет Кюн оф Пейн Юл Пытается жить Кюн оф Пейн Есть отличный булыжник Все-таки уходит Кюн оф Пейн Уже встани Форстафуют Кпи Но Байбека нет Драгонайта Не будет минуту Могут сейчас уже пойти на Рошана Что сделают А можно зайти на хайграунд Минуту без одного кора Вы все фуловые Почему бы и нет Лучше Аегис Это более сейвовый вариант Мы видим Что уже все-таки на волоске От проигрыша Такая победа Поэтому лучше не рисковать И уже как видишь Антимаг нормально Так наваливает За счет своего МКБ Беслбейт Манта Дэмош как-никак не дает Да, мы видим Отыгрались Отыгрались Но пока слишком мало И Рошан падает Там есть и сырый Аегис Аегис за антимагом Ну и сыр за Вайпером Ну и будут пытаться 25 секунд Полминуты есть Для команды ЛДЖИ Да, стоит напомнить То, что Т3 нет На медле Поэтому голые бараки Запрыгивает антимаг Начинает месить У КП Огромные проблемы Пошел Форстап Есть Шива Как же бы ее забашить Нет, есть Блинкаут Работает Магнетайз Но добить, конечно, не получится Милишный барак Прожимается фортификейшн Две секунды от Драгонайт А две Драгонайт появляется И отойдут ЛДЖИ сейчас Делают, что ТП Хотят добить барак Они его добьют Минус первая сторона Да, у команды Ньюби Раскидывает вайпер Вайпер страйки Но Тейл Слушай, а такое чувство Что уже не хотят уходить Говорит, у нас есть Аегис У вас нет байбека Убивает рамп в барак Что, на топе? На топе-то уже Крипы подошли Да, вот они самые И можно пушить дальше Заходит Миракл Лотусор повесили на него Стоит просто Бьет тавр Ракета пошла Ничего страшного Никто не хочет врываться Никто не хочет врываться А Егис Попробовать варвить Му Пошел Му Будет ли стан В Нотелло Хоть кого-нибудь Миракл Запрыгал Очень нагло Игра Хао Пытается сбрить У Хао Если что Нет байбека Прожимает Блокенбар Пытается улететь И скорее всего Улетит Преследует его Мун Но падает Бадает тавр Путбат в бараке Глип у команды Ньюби нет И Му Пытается с Нотеллом Вставаться на это Бесполезно Слишком много деможи У Нотелло уже Подожгли всех Нотелло Крид заваливает Сустан Минус Драконайт Минус Рубик Вгрызается в Хао Проходит Башис Улогерд висит Как же больно Здесь Хао Но нет Податься со всей командой Не получится 105 секунд Наверное Голдер Мелплей Пишет Ньюби Стрик Прерван Даже жалко На самом деле Но победа за Уджи Заслуженная Хотя бы ление на волоске От того чтобы проиграть Но до 30 Не дотянули Это же обидно Очень обидно Но браво Ньюби Хорошая карта От них была Но Уджи Оказались Немножко сильнее Поддерживаю сейчас Улджи Ну вообще Они заслужили Конечно Ваши аплодисменты Я уверен Очень трудно было Морально играть Против Ньюби Когда эта машина Переехала 29 команд подряд Ну казалось Что Ньюби Никто не остановит Но смогли Команда Уджи Первая карта За ними Но это только Начало Этого противостояния Впереди еще Вторая карта А потом Может и третья Да Ну мы наверное Можем закруглиться Ненадолго Буквально минут на пять Мы с вами прощаемся Зато вас поприветствует Наша студия Аналитики Вам слово Иван ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже стрик Ньюби кончится Но не Йота Да 29-1 29-1 Ребята Не будет